Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Правильно, надо предупредить граждан, чтобы они также были внимательны. Чтобы они не попали в такую же ситуацию, как мы. Ведь мы тупые потребители, и вчера нам было продано кучу-кучу некачественных товаров с истекшими сроками годности. Вот, шестой, четвертой. Да, детей травить, не стыдно детей травить? А куда там стыдно быть? Главное бабло приносите, а стыдно нам никогда не будет. Как, Усов инспектор? Лысов. А, Лысов, имя, отчество? Дмитрий Викторович. Все-таки, смотрю, представляете, с гражданом. Какова цель вашего обращения? Вызвали кто мы? Мы вас не вызывали точно. Мы не вызывали, значит, сотрудники магазина вызвали. А, ну, если они такие вот очень неострые, то сейчас, наверное, с вами будем на что-то реагировать. Ну, я еще не знаю точно. Ну, в принципе, вы не зря приехали. Демиши права, как потребителей ты нарушила. Со мной не цыкайте, пожалуйста. Со мной не цыкайте, пожалуйста. Не трогайте, сказал. Руки. Не трогайте. Руки от имущества. Руки уберите. Руки уберите, сказал. Девушка, пустите, как? Ты что, вообще отренелся? Я что, бордела, что ли, а? Обязательно предупредить покупателей, чтобы с ними не произошло, как вчера с нами. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Ну, вот, правильно. Надо предупредить гражданам, чтобы они также были внимательны. Чтобы они не попали в такую же ситуацию, как мы. Ведь мы тупые потребители, и вчера нам было продано кучу-кучу некачественных товаров с истекшими сроками годности. И это не есть хорошо. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Вот там говорят. Что, что, что? Кто там что сказал? Что, зачем опадывать? Ну-ка, еще раз. Не надо. Еще раз, продавец, кассир. Все хорошо. Кого обманывать не надо. У нас все зафиксировано. Кто кого обманул? Ну-ка. Никто, ничего. Ну-ка, взор свой сюда. Быстренько. Не надо, не надо. Что в пакете? Детская просрочка. Другие товары с истекшим сроком годности. Что, проверьте. Уже вчера все приобретено было. А чего у бэджика спрятали? Зачем бэджик-то спрятали? Все хорошо, только не у тебя и не у этого тухлопритона. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Магазин по киньте, пожалуйста. Ведя съемку уберите, пожалуйста. Серьезно? Ведя съемку уберите, пожалуйста. Пока не тут долго убирать. А кто я? Где кое-что? Так. Директора магазина просим выйти в торговый зал. Вас ожидают. Директора данного магазина просим выйти в торговый зал. Вас ожидают. Спасибо за внимание. Директор данного тухлопритона просим выйти в торговый зал. Вас ожидают. Повторяю. Директор данного тухлопритона просим выйти в торговый зал. Вас ожидают. Спасибо за внимание. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реабилит товары с вистившими сроками годности. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реабилит товары с вистившими сроками годности. Конечно, нечего. Шестая? Четвертая? Ага. Интересно просто. Девки пляшут. Интересно, девки пляшут. И она говорит, что просрочки здесь нет. А есть уже детская. А, полицейский элемент. Кто сегодня к нам приехал? В кино полиции Усов. Инспектора Ильина Вадальенко. Как? Усов, инспектор? Лысов. Имя, отчество? Дмитрий Викторович. Все-таки, смотрю, представляетесь гражданам. Какова цель вашего обращения? Вызвали. Вызвали кто мы? Мы вас не вызывали точно. Значит, сотрудники магазина вызвали. А, ну, если они такие вот очень не острые, то сейчас, наверное, с вами будем на что-то реагировать. Ну, я еще не знаю точно. Ну, в принципе, вы не зря приехали. Ну, наверняка, да. Пойдемте пройдемся со мной. Вот если один из них сейчас пройдет... Сотрудники полицейских... Светочка, не острые. Если один из них сейчас пройдет... Светочка! Мне по хрену как твоего батю звали, Светочка. Слушай сюда. Слушай сюда, Светочка. Светочка! Светочка! Светочка, слушай сюда. Если один из них с тобой сейчас куда служить в помещении пойдет, я буду это расценивать как коррупционную составляющую. Не рекомендуем ходить сюда. Здесь можно корме подавать. Ну, что они сейчас провоцируют... Поближе. Вы не видите, что здесь происходит? Это нормальная ситуация? Сейчас медственный комитет увидит, что здесь у тебя происходит, слышишь? Со мной нет их, отец Светлана Александровна. Мне срать, как твоего батю звали, Светочка. Выберите, пожалуйста, молодых людей из магазина. Что делать? Выберите молодых людей, пожалуйста, из магазина. Это общественное заведение. Я в следующий раз на мою охрану приеду со своей охраной. И расскажу, чтобы тебя преступник платил выкинули. Можно наши документы? Маймер, да? Оставать автометом. Вы меня послушаете? Они здесь ходят. Да, звонка бывает. Провоцируют моих секунд. Я отвечаю за своих сотрудников. Света, если человек-идиот, это надолго говорил, ты векий шаг. Вы говорите про охранительные органы? Сейчас тебя будут управлять, Светушка. Отчественное мнение вас вообще не интересует? Я еще раз говорила, меня обматерили здесь. Обматерили? Что такое? Что, пожалуйста? Я и говорю, пойдемте. Светушка, на счет обматерили! Если ты сейчас это не нахажешь! Со мной не разговаривайте, пожалуйста! Ты обязана разговаривать с тем, что и права потребителей ты нарушила! Со мной не тыкните, пожалуйста! Не трогайте, я сказал! Руки, руки! Не трогайте! Руки от дымуешься! Руки от дымуешься! Руки от дымуешься! Девушка, пустите. Ты что вообще, опримет? Ты что, бадела, что ли? Я говорю, картер у меня нету, не тыкайте! Сейчас я тебя оттыкну! Я, пожалуйста, выведите отсюда деньги. Что значит хватит кричать? Мое имущество трогаю, ломаю. Твоё место на помойке работать. Я не выкснять решаю. Все оборзело уже. В пациентном обществе торговый дом перекрёсток. Светочка, бежи по собственному. Не позорь компанию. Прошу задержать эту гражданку. Отойдите от меня, пожалуйста. Бежи по собственному. Сотрудники полиции, задержите эту гражданку, которая напала на мое имущество. Пыталась совершить открытые хищники, то, что просим задержать, доставить в отдел. Также на место просим обеспечить следственную оперативную группу. Толторговое предприятие, которым она руководит, осуществила продажу детского питания с истекшими сроками годности, в чём мы усматриваем признаки преступления. Предусмотрено 238-й статьёй к уголовному комиксу частью 2. Это должен рост подряд надзор? Нет. Нет, это, если ВПС и у вас нет полномочий писать осмотр места происшествия, оно так и есть, нам нужно сюда обеспечить участковую или группу 100. Если вам нужно вызвать, наверное, то они сами вызвали. Мы имеем право... Нет, вы здесь находитесь, правильно? Правильно. Привет. Вы представитель МВД. Есть министр Колокольцев, который сделал так, что вышел в след 736-й приказ МВД. Мы вам делаем устное обращение. Здесь 15 рублей. Вы как раз уже связываете с обратимым дедурным, обеспечиваете явку. Явку. Явку на место. Слово-ссово. Сейчас посмотрим, что за участковый еще придет. Вступала информация, что участковый дружит с ним. Какая ситуация, объясните. Ситуация в том, что данная гражданка и данный магазин продают, реализуют просроченные продукты с истёкшим сроком годности для детей несовершеннолетних. Откуда такая информация? Откуда? У нас есть покупка со вчерашнего числа. Была сделана контрольная закупка. И до сих пор еще реализуется просроченный... Был выявлен просроченный продукт с истёкшим сроком годности для детей. Здравствуйте. Конфликт с кем? У них всегда конфликт. Там как-то приходит формулировка одна и та же. У нас нет конфликта. Конфликт только у директора. Я помню пацану по репе дали конкретно. Он был без сознания. Потом пришел в сознание через 20 минут. Потом, ну в том случае не сотрудники полиции, а менты приехали. Вот и говорят, а у вас конфликтная ситуация. Что значит менты? Ну в том случае менты приехали. Я еще не знаю, кто сейчас приехал. А кто вы будете? Гражданин. Он тоже гражданин. С какой целью интересуетесь? С какой целью интересуетесь? Мне интересуетесь. А, интересуетесь? В любопытство или что? Нет, в работе. В работе. Я еще не понимаю, с кем общаюсь. Демченко Александр Петрович. Демченко Александр Петрович. Почему сразу не представляется, Александр Петрович? А он сразу представляется, когда врача есть два. Теперь, да, устранили нарушения. Это хорошо. Мы вчера здесь были, покупки совершали. Здесь есть недодиректор, какая-то некомпетентная. Сейчас пыталась совершить при ваших коллегах из, что у вас там, полка и батальон ГПС. Открытое хищение данной видеокамеры Панасони. Происходит, почему вы пристали? А в чем дело? Объясните, Александр Петрович. Александр Петрович, объясните, пожалуйста, в чем дело. Александр Петрович, вы объясните, в чем дело? Все, я все объясню, пойдемте. Ну, хорошо, вещи, вещи. А основание-то какое? Нам объяснит кто-нибудь? Так, а что он утаскивает человека? Он крышует вот ее сейчас.